всем привет начинаю новый влог так сегодня что-то пошло не по плану кирюха вчера приболел спустя неделю походи в садик мы вчера наблюдались сегодня кирюшки первый утренник на вату год не в итоге мы его профукали остались дома потому что заболел ребенок поэтому всей нашей большой дружной бандой кирюха вон уже спит хотя на часах 10 утра едем в город мы вообще собирались отправить детей в сад и поехать купиться на новый год купить елку без детей в спокойствии но нет мы едем все дружненько да и марк прогуливается начинаем влог я желаю всем приятного просмотра у нас немножко мороз хоть спала до эти дни прям холодно было мороз такой нормальный был сегодня 12 градусов тоже холодно ветер очень такой неприятный мы сегодня елку будем покупать потому что до нового года осталось тут 10 дней 9 а мы еще ничего не купили на один базарчик заехали там в гаражах продают и вот здесь сейчас просим чё почем ну приехали мы уже домой у меня жутко просто жутко раскалывается голова целый день болит давление то ли не знаю так часть пакетов разобрала сейчас покажу что купили это у нас такая новогодняя уже закупка осталось только нам найти купить там еще шампанского может пару бутылочек докупим вы знаете скоропортящиеся это фрукты овощи там зелень муж занес пакеты елка в подъезде пока стоит муж пошел машину так скажем доставать парковались у нас возле дома вообще не почищена и на ровном месте грубо говоря засели буксу и мы не можем выехать муж там кого-то позвал будет как-то сейчас пытаться машину достать так давайте начнем самого интересного купили мы лангусты в ленте покупали полторы тысячи упаковка по скидке так они всегда стоят 2000 так 2 килограмма и вот такая красота на новый год на новогодний стол прям вообще супер что-нибудь придумаем сделаем всегда хотели такие купить попробовать муж ела я вот такие не ела мы как-то всегда покупаем королевскую креветку а здесь лангуст они побольше идут так вообще на новый год хотели гуся но четко рочи с гусем там не получилось мы из домашнего хотели у людей купить четко рочи без гуся мы остались ну да ладно будем с креветками дальше кусочек сала на 315 рублей засолить хотим такой прям мясной сливочное масло майонез на салаты это миндальное молоко маркушки купила сгущенное молоко суевый соус такой майонез соль и сахар дальше два слоеных теста дальше на салатик кальмар я купила купили на 1070 рублей это у нас что лосось по моему до лосось на роль чеки деткам на новый год сделаю засолим все на тысячу рублей купили индейки два кусочка больших на 1072 рубля купили королевских креветок на 1102 рубля купила свиного карбоната два куска кусочек печени говяжий на салат дальше куриная грудка на кости с кожей просто курица крабовые палочки вот такие вот и крабовые палочки вот такие вот по две пачечки взяла сыр беля и российские две пачки сулугу не взяла творожный сыр с зеленью большую баночку взяла две банки икры вот такой вот взяли по моему по 315 рублей была короче взяли такую 4 сырка дружба 3 авокадо мы взяли цветная капуста замороженная вареная сгущенка поставить может тортик какой-то пачечка творожка ананасик выбрали была хорошая цена по 90 рублей и много было прям можно было с чего выбрать взяли такой пока позеленеть чтобы до нового года достоял потому что от магните у нас возле дома прям все перемороженные уже гнилые домик в деревне сметанка киви взяла целая тут корзинка дальше 3 упаковки перепеленных яичек деткам заезжали купили изюм сухофруктный магазинчик и курагу детки бывают кушать за место конфеток а изюм я добавляю в кашки да еще куда-нибудь три десятка яичек две упаковки полотенец зева премиум по скидке были выгодно было купить так и взяла я вообще хотела сделать в этом году елочку в бело золотых оттонах в итоге короче увидели вот такие вот игрушки темно-синие у нас в этом году год синего по маму тигра да и короче я решила я вот так вот взять очень выгодно кстати покупать наборами это мы брали в ленте по 230 что ли рублей но в общем недорого вот в районе 250 рублей за вот столько шариков сколько здесь штук у нас идет 16 штук взяла беленькие и синенькие дума будет хорошо так разбираю следующие пакеты и здесь вот еще и не доставала две бутылки газированных одну обычную водичку взяли деткам картошка и там лучок остальные покупочки показывают денег потратили мы конечно угу гу сегодня отчет я бы не сказала что прям всего много но видите дорого выходит мясо и креветки рыба так в общем кока-кола три бутылки шампанского на новый год возможно еще потом докупим может кто-то в гости придет и на заметочку в светофоре продается очень вкусное мороженое 450 грамм 109 по моему рублей чуть в общем вот так вот дешевое но она прям мега вкусно есть знаете дешевое мороженое но вот если растаяло то ну как пена такое не очень а это прям такое сливочное вкусное это с фисташкой мы сегодня взяли попробовать вот так она выглядит внутри там есть еще с вишни с малиной с клубникой дальше ваниль шоколад и ананасовая три пальчики взяли мы прям вечерком так на ура съедаем так 4 пюрешки осталось покупала 6 2 уже съели там большие пюрешки по 30 чем-то рублей очень выгодно две баночки томатной пасты помидоркой тоже тут все магазины уже перепутаны поэтому где что купила точно не скажу так смородина облепиха на чаек и вишенка баночку кукурузки купила горошек там у меня есть оливки у меня есть шампиньоны взяла думаю поставлю пусть будут имбирь что-то сегодня все без настроения то ли голова у детей болит вон с истерикой там обои так два паштета с индейкой у меня вон сама голова просто нереально раскалывается нашла наконец-то своей любимой дрожи став момент для пиццы три пачки взяла ванилин я вот взяла и хмели-сунели попробовать что это за специя бумага для выпечки не нашла бумагу которую вам советовала которая листами уже отрезана шоколад без сахара горький это на тортик я взяла маркушки день рождения 5 января попкорн взяли соленый деткам попробуем сделать может будут кушать две пачки лесные ягодки конфетки леденцы что это у нас аскорбиновая кислота без сахара идет в основном видите деткам все взяли живые конфеты с малиной с малиной черника имбирь лимон три пачки постилки вот такие сливовые детки очень любят дальше три пачки печенье байт без глютена с клубничкой с бананом и со свеклой взяла они разные фигурками деткам очень нравится прям на ура кушают домик в деревне молоко а корнерсы банановые взяла дальше на ручки взяла нори 2 доширака кинуть думаю пусть валяются пшено горох целый взяла дальше шарики кукурузные вот такие деткам багет в ленте взяли еще хотели взять чиабатта она вот примерно вот такого вот размера как пачка соли было но не смогли нам ее пробить поэтому остались только с багетом кунжут взяла сухари панировочные вот такие корнерсы уже одну пачку съели и взяла в светофоре 189 по-моему рублей он стоит ленор 4 литровый кому интересно нашла чеки сколько мы сегодня потратили в светофоре 1189 рублей дальше 232 рубля изюм и курага в магните мы потратили 2241 рубль вот такие у нас были там покупки кому интересно то можете поставить на паузу и самый большой наш чек с ленты вот такой вот у нас список без скидки у нас там было 17000 с копейками но так как у нас есть карта то вышла у нас не 17 а 13 с половиной тысяч просто вообще цены конечно бешеные космические ну а чё поделаешь ну нам принципе этого хватит мы кстати этот месяц перебивались мы не затаривались на этот месяц мясом так то курочку купим до остатки какие-то доедали поэтому вот мы и затарились в принципе нам целый месяц нам хватит также и деткам много вкусняшек я набрала чтобы с запасиком было в общем вот так вот все буду я все убирать переоденусь нужно мясо расфасовать хотя бы уже крутить я не буду так чисто на кусочки поразрезаю прям вообще сил нет голова жутко раскалывается давление на улице ветрюганище такое дети тоже вон слишком прям капризный кирюха еще болеет как будто температурка чет кажется мне надо померить короче заболели мы муж заезжал в садик забрал подарок кирюшкин вот такой вот пакетик сундучок со сладостями так и вот такую вот игру купили лото деревянное деревянное это очень даже классно а а Следующий день на самом деле уже 6 часов вечера, я соизволила приготовить покушать, вчера больше ничего не снимала, потому что у меня такое состояние вчера было, у меня никогда в жизни просто так сильно не болела голова. Я вчера за день выпила 5 таблеток, видимо на погоду, так вчера у нас ужасный просто ветер был, я не знаю, магнитные бури, у меня настолько раскалывалось головами, и от боли хотелось лезть на стену, дети тоже себя плохо как-то чувствовали, капризничали вчера прям целый день, вчера прям какой-то день прям мега сложный был. Своих всех уложила спать, все спали, а я набрала ванную, и вот вечером прям хорошо расслабилась, пены сделала, соли насыпала, полежала в горячей ванной, вот хоть немножко расслабилась, и так мы крепко сегодня спали, но не знаю, как остальные, но я не выспалась, и мы проспали сегодня в садик, Марк не пошел, прогуляли, муж на работу опоздал, на самом деле сегодня целый день пролежал, у меня какое-то состояние непонятное было, устроила себе выходной, и вот сейчас опять такое состояние, как будто у меня голова сейчас снова разболится, ой, что-то совсем я не знаю, у меня нет новогоднего настроения, какое-то вот настроение, все хорошо, но вот что-то как-то такое вот ровное, я даже сейчас решила отдохнуть от инстаграма, я туда ничего не выставляю практически, вот надоело, понимаете, я даже телефон практически за день в руки не беру, что-то у меня под конец года какая-то апатия, лень, на самом деле я хочу уже, чтобы прошли эти все праздники, начать худеть, кто-то скажет, ну бери худей, сейчас, в чем проблема, но я не могу себе отсказать, сейчас столько вкусняшек всяких будет праздники, у нас 5, Новый год, 1 января, 5 числа Марку день рождения, Рождество 7, 8 числа мужу день рождения, ну вы представляете, как я могу отказать себе, у любительница покушать, ой, что-то я немножко подправилась, вот хочу Новый год, праздники пройдут и прям вообще в бой взяться за себя, за детей, как-то вот питание, спорт, касаемо меня, да, наладить, детьми как-то больше заняться, на бассейн начать ходить, там кружки какие-нибудь и тому подобное, вот следующий год хочу провести более продуктивно, потому что этот год, вот честно скажу, мы вот, как Джиган сказал, на расслабоне на чиле, вот мы как-то этот год прям вообще, знаете, слабенько, я вот сейчас наконец-то соизволила встать и приготовить, покушать и сделать домашние дела, я постирала одну стирку, вторую загрузила, попозже развешу, убралась немножко, вообще я сегодня только и успевала бегать к Кирюхиной шалости убирать, то гранат пораздавливал на полу, то еще что-нибудь, то еще что-нибудь, и в общем я целый день только с Кирюхой воюю, пылесосить уже не стало завтра, вообще не хочется ничего делать, сейчас готовлю кушать, потому что уже скоро и муж придет, и детей уже надо кормить ужином, да и я на самом деле уже хочу кушать, что-то я сегодня вообще практически ничего и не ела, как-то аппетита не было, я готовлю сейчас мужу солянку, на самом деле я не люблю это блюдо, у нас вон целая гора колбасы была заморожена, муж покупает, не ест вот такую вот сыровяленую или какая копченая она, я такую колбасу не люблю, я люблю варенку, вот варенка это мою на бутербродик, вот это да, а вот эту вот сухую еще я вот более-менее могу сервелакс есть и той, варенку больше люблю, а муж вот такую покупает, ну как вы видите, как он ее ест, целый пакет, вот я буду сейчас готовить солянку, так как ему обещала, ну наверное есть ее будет только он, детям мы такое не будем давать, детям я сейчас приготовлю суп с кино и креветками, пусть покушают, я любительница покушать и вчера мне настолько было плохо, что муж предложил, говорит, давай чуть-чуть, буквально по несколько креветочек и лангусты отварим, попробуем, в итоге я съела всего лишь одну креветку, один лангуст, они покушали, а я не ела, у меня даже аппетита не было, сегодня вот в обед я там несколько штучек доела, которые муж варил на меня, короче, вот настолько мне было плохо, видимо вот погода так влияет, эти перепады, мороза, сегодня кстати на улице вроде бы не так уж и холодно, не знаю сколько градусов, но я даже окошко открывала, проветривала, не сильно так дуло, так что в общем вот такие дела, а и на второе я приготовлю в мультиварочке мясо с картошкой и капустой, натушу в общем капусту с картошкой и с мясом, будет вот такое вот у нас меню, давайте сейчас уже приготовлю, а потом покажу, что у меня получилось, игрушки в картошке полоскать не надо, Кирюха, помощник пришел, надо мне поскорее ускоряться, а то я что-то расслабилась за целый день, а теперь на вечер надо включать режим турбо, время 8 вечера практически, я уже приготовила картошку с капустой и с мясом, вот такая вот вкуснятина получилась, насыпала себе пока горяченькая, буду ужинать, а муж еще на работе задерживается, еще не скоро приедет, деткам насыпала супчик, сейчас еще Кирюшке маленькую насыплю тарелочку, пусть остывает с креветками и кино, и мужу сварила солянку, но только и маслины я сюда не резала, так как я открыла, они с косточкой, муж потом купит, я дорежу, так что в общем вот такая вот у меня вкуснятина получилась, супчик, все, буду я кушать и всем приятного аппетита, и потом пойду стирку развешу. Следующий день, доброе утро, да, ой, или не доброе утро, Марк заболел, ужасный просто кашель, отпоила он его чаем с лимоном и медом, температура у него, щеки его начинают краснеть. Заболел, товарищ? Будем сейчас ингаляцию делать, Кирюша еще спит, а муж поехал на работу. 9 утра, начинаем наш новый день, да, будем лечиться. Я, кстати, тоже что-то подпростыла у меня, и горло охрипло, и прям, знаете, дерет, и нос что-то тоже подзабит. Короче, заболели мы к Новому году. Сходила я в душ, помыла волосы, тут прям грязные уже были. Какие у нас сегодня планы на этот день? Мне нужно сейчас приготовить завтрак, ну, как бы он у меня, в принципе, готов. Себе сделаю кофе с, и парочку, наверное, бутербродиков с паштетом, а деткам кашка там есть как раз по порции будет, рисовая молочная с тыквой я варила. Так, лечиться обязательно, пить чаи с лимоном, с имбирем. Кирюха вчера разбила этот чайник, да, френч-пресс, заварник, в общем, для чая разбил, теперь негде заваривать нужно, купить будет. Так, мне нужно попылесосить, полы помыть, потому что я вчера так и это не сделала. Прям хорошо хочу полы помыть, пару раз прям промою. Помыть нужно сантехнику, ванну, унитаз, раковину, зеркала натереть, разгрузить посудомойку. Ну и на этом, наверное, сегодня дела мои заканчиваются, так как я вчера кушать приготовила, кушать у меня есть что-то. Ну так, за детьми, может, что-то уберу из постели сейчас позаправляем. А вечером я иду на маникюрчик. Я надеюсь, муж успеет приехать с работы, потому что сегодня у него что-то загруженный день, а мне на полпятого нужно быть уже на маникюре. Нужно, кстати, посмотреть маникюр, какой-нибудь выбрать себе, чтобы я пришла и сказала, так, всё, вот это мне делать. А то я в прошлый раз долго-долго сидела, что-то выбирала, выбирала. Я ещё ничего не делала, зеркало вон такое всё грязное, залапанное. Решила чуть-чуть подкраситься, привести себя в порядок. Открыла косметичку, а там просто трэш полнейший, потому что у меня была и так треснутая пудра, а в прошлый раз Кирюха вообще всё, короче, упустил, и всё, короче, вот так вот разбилось. Буду сейчас всё мыть. Тени тоже мои любимые пострадали. Как-то я снимала в сторис, как Кирюха влез в мою косметичку и разбил. Надо купить какие-то новые. Ну, я, в принципе, пока крашусь чёрными, стрелочки подделывала. Бежевые, которыми пользовалась, разбился. Надо новые. Пудра тоже закончилась. Ну, хорошо, что я вот недавно купила по скидке пудру себе. Но, увы, мне вот это вот нравится очень. Эвелин косметик, несколько лет уже пользуюсь ей. Так, и вот такой консилер тоже от Эвелин. Тоже у меня новенький лежит. Сейчас всё вымою, кисточки помою. Буду, в общем, наводить порядок. Руки вам все грязные. И потом буду уже вымывать ванную, тут сантехнику. В общем, все дела. Попылесошу, потому что ещё ничего не делала. Украсила я ещё окошко розовой гирлянды здесь. Здесь мерцает вон. С мальчишками пофотографировались. Так что подписывайтесь на наш инстаграм. Ссылочка есть в описании. Там будут новые фотографии. В комнате в детской вот так украсила окошко. Я, правда, украшала вот этой вот гирляндой, но я уже её на окно там разложила. Как только я её включила, хотя она новая, мы её, по-моему, в том году покупали, она как пыхнет у меня. С неё прям дым пошёл. Так что всегда выключайте гирлянды. С неё прям вот эта вилка выскочила, провод этот. Видимо, Кирюха дёрнул, может, вырвал как-то его, и оно замкнуло. Потому что он мне помогал её распутать. В итоге вот, видите, вот эта вот ерунда выпала. Дети просекли, что там мама начала включать мультики, поэтому в детской никто эти дни вообще тут не находится. Все там, возле ёлки, возле телевизора. И на диване мы то прыгаем, то лежим, то по маме прыгают. Да? Что? Ещё палочек тебе насыпать? Давай. Я уже, кстати, как полчаса должна быть на маникюре, но я сегодня не пошла, так как оказалось, что Люба дырявая голова забыла, что я перезаписалась на 28 число. У мужа сегодня вообще была плотная такая запись с клиентами. Он отменял там, всех переносил ради моего маникюра. Я ему звоню, говорю, ты же не забудь, мне на маникюр, и мне детей же не с кем оставят. Ну, в итоге, что вы думаете? Мне мастер говорит, ты что забыла? Ты же на 28 число перезаписалась. А я специально перезаписалась. На 28 число рано утром, ну, как рано утром, думаю, детей в сад отведу, и на 9.30 я пойду на маникюр. Но в итоге дети заболели, и теперь мне на 28 число нужно тоже мужа просить, чтобы он утром с ними посидел, а маникюр где-то 2-2,5 часа делать. Короче, не знаю, поедет ли он в этот день на работу или нет, но уже перенести я никуда не могу, потому что перед праздниками прям запись везде плотничком. Вообще мест нет. Я уже переделала все дела. Сейчас стирочку развешу и сушилку только разберу, и все, и, в принципе, будем отдыхать. Ну, на этом я, наверное, уже буду с вами прощаться, заканчивать этот влог. Наверное, еще один влог в этом году будет уже с подготовкой, с маникюром в следующем влоге. Вы уже увидите точно мой маникюр новый. Что же я там придумаю, я не знаю. Ну, и, наверное, уже расскажу потом, что мы будем готовить на Новый год, какое у нас будет меню. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а на этом я прощаюсь. Я желаю всем прям хорошего, позитивного настроения, новогоднего, крепкого здоровья. Это самое главное, не болейте. Ну, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok